Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Посмотрела я один видос. Девчонок, да, девчонок, огромных пышных девчонок. И видос называется «Германия, украинские беженцы. Что попалось в день второй? Зря Лариса это творит». Короче, ребят, дошло уже до того, в принципе, такое уже было, правда же, когда Юлёк валялась на кровати, а Лариска её снимала. Такое чувство, что одна за кадром хрюкает, вторая в кровати хрюкает. И это, ребят, такое безобразие, это вот наблюдать за всем этим. Такая мерзость. Две женщины. Одна подняться, что ли, с кровати уже не может, а вторая прям вот как будто издевается, снимает её, что-то ей нахрюкивает. А тема у них для разговора – это просто вообще трешняк. Решили они, значит, две огроменные туши, обсудить полных детей и их родителей. Ребят, жесть! Я всё понимаю, когда худенькие, стройные женщины, да, которые на правильном питании, ну пусть даже не на правильном, но просто худенькие, стройненькие, и когда они ведут разговоры на такую тему, но не две огроменные бабенцы, которые ещё пытаются там учить, как нужно правильно расти детей и правильно их кормить, чтобы у них было правильное питание. Ужас! Рассуждают, что вот там где-то увидели девочку, она вроде на лицо и смазливая, но такая огромная. Девочки, милые, вы себя-то в зеркале давно видели. Вы кто? И главное, их обсуждать нельзя. Всё! Сразу истерия! Одна-одну закрутила, да, на ключик, и понеслось говно по трубам. Так и здесь, ребят, получается. Решили они обсудить, чем и как правильно кормить этих детей. А с чего началось? Картошки Юлёк нажралась. И чё-то начали у неё там ноги, ступни или что, почёсываться. То есть, значит, это поднялся Сахарок. Говорит, таблетки от сахара закончились. Куплю, говорит, в понедельник. Прикиньте, несколько дней быть без таблеток, но при этом не задумываться о том, что надо всё-таки хоть на время сесть на диету, а то мало ли, мало ли таблеток не будет и купить будет негде. Ну, хотя я думаю, что в Германии, возможно, есть круглосуточные аптеки, и всё можно приобрести. Хотя тоже не особо-то и без рецепта что-то выдаёт. Ну и, значит, после того, как Юлька заявила, что у неё чешутся ноги, тут же понеслась эта тема. Тема кормления детей. Что вот, говорит, якобы, нас постоянно пытались кормить овощами. То яблочко, то там морковка. Ой, яблочки, говорит, нам в школу с собой давали, но мы их раздавали. А вот что любили, так это колбасу. Вкусную колбасу. Настоящую вкусную докторскую колбасу. Вот и заметно, ребят. Знаете, что я вспомнила? Я тут же вспомнила, когда Уралка у нас рассказывала, что Сафар не любит колбасу, он вообще её не ест, а Уралочка колбасная душа. Вот девочки и мальчики, они-то одинаковые. Что Уралка, что Юлька. Огроменные, ужасно огроменные. И туда же их несёт. Жрут всё, что не приколочено. Ну и как так сидеть, слушайте, в этих четырёх стенах? Никуда не выбираться, кроме в магазин пожрать. Это счастье, что у них ещё есть собака, с которой нужно гулять на улице. И если бы не собака, торчали бы они круглосуточно дома. Ну, один налёт в неделю делали бы на магазин. И на этом всё. Я понимаю, что им собрали как будто адвент-календарь. И каждый день нужно им доставать пакетики. То есть за каждое число. И время пришло достать за 2 декабря. Что же там такое попалось в подарочки? О, прислала этот адвент-календарь уже популярная Оля, которая всё отправляет и отправляет посылки. Слушайте, и Юльке, и Ларисульке. Сколько ж счастья у этих бабушек. Что у одной, что у второй. То и дело похрюкивают и похрюкивают. Я даже не могу назвать это смехом, потому что это действительно как будто хрюканье. В кровати лежала хрюкала, поднялась тоже хрюканье. И второго числа попались две бутылочки с лечебным бальзамом Юльки. Вернее, не Юльки, Лариски. Ну, а Юльке упаковочку с бальзамом. Ну, конечно же, конечно. Такое только Юльке. Бухать, жрать всё, что не приколочено. И сахар подымать. И таблеток рядышком не иметь. Надо бежать в дежурную аптеку. А бига-то не особо хочется, если только на кухню, чтобы в очередной раз запаковать свои рты, желудки. Одна же беда, одна зависимость. Это жратва, жратва и ещё раз жратва. Ну, и дальше Юлька глянула на эти бальзамчики. А они, оказывается, 40 градусов. Говорит, замечательно, ну, просто замечательно. Рюмаху опрокинул, сладостями зажрал. И жизнь хороша, и жить хорошо. Ну, и радовались, слушайте, как дети этому бухлишку ржала Юлька на всю кухню. Столько счастья. В общем, опять, ребят, видос ни о чём. Повалялась Юлька в кровати, потом встала, чтобы сделать очередную распаковку. Ну, и вдруг, случайным образом, что-то перекусить или нажраться от души. В общем, мои хорошие, я даже не знаю, что ещё можно добавить. Каждый день одно и то же. То лорка Юльку заводит с полуоборота, и то начинает колбасить. То у них сплошная тишина и добавить морковь. И самые замечательные сестринские отношения. Ну, а бывает так, что они даже не разговаривают. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.